С народом мы едем на тренинге ПД-1, когда побольше сегодня мы прицепляем вот этот вагон. Вагон построен в Германии заводом Аммендорф в 1950 году. Строились такие вагоны по репарациям, то есть в счет ущерба, который Германия принесла Советскому Союзу. И вагоны строились массово, таких вагонов было построено больше тысячи штук. Поставлялись они все на предприятиях лесной промышленности. Ну, в отличие от советских вагонов, которые мы с вами еще видим, например, там стоит крытый грузовой вагон. В Советском Союзе делали и аналоги, копии точно этих вагонов, которые не проживали 20 лет, и до низкого качества производства работы. Вагоны, конечно, отличались немецким качеством. В первую очередь, большинство дерева, все стены, наружные стены, большинство досок, это все родные, которые были построены тогда, поставлены на завод. Качество приближено к корабельным доскам. Единственное, что у вагона отсутствовала крыша на тот момент, когда мы его забрали в прошлом году с Тверской области. Крыша была уже самодельная, как на обычной бытовке. Вагон использовался, можно сказать, что до конца, по своему прямому назначению. Днем перевозили рабочих в городе Нелидово на лесовозной дороге вплоть до 2013 года. После этого вагон был оставлен, и вот оставшиеся два года он гнил, и после чего был к нам приобретен и привезен сюда. Вагон грузопассажирский. Лавки все, кто вы видите, они откидываются. Лавки откидываются, привинчиваются к стенам, и можно загружать груз. Кто технар, кто обращает внимание на некоторые тонкости, можно посмотреть на ходовую часть вагона, и она нетипично несимметрична. То есть тележка вагона, вот эта она сдвинута от торца в середину. В Германии в те годы распределение нагрузки было в первую очередь прежде, чем эстетика. Здесь у нас тамбур, по идее, здесь груз не кладется, и, соответственно, сюда никакой груз нагрузку не дает. Поэтому было смещено все пропорционально нагрузке. Вот такие интересные тонкости немецкие. Вагон, помимо того, что грузопассажирский, так он еще и спальня. Если вы обратили внимание, написано 20 спальных мест. На самом деле, вот сюда складывались доски специальные, связанные брезентовыми шнурами. И они спокойно собирались поперек этих сидений, клались в один ярус. В второй ярус были доски приделаны специальные стенки. В два яруса делались четыре, получается, такие ниши. Туда можно было спокойно лечь спать. Печка, в принципе, достаточно дает тепла. И вот так вот на большое состояние люди передвигались. Но сейчас, конечно, для многих дико это как-то... Зачем в спальне меня становится, как в колейке? Мы в советские годы до сих пор не установлены на протяженности общих узкокорейок, которые расчислялись десятками тысяч километров. Но самые протяженные из них были на протяженности тысячи километров. До тысячи доходили узкокорейки. Вы понимаете, что в один конец нужно ехать по 8-12 часов, а то и больше. Соответственно, необходимость спальных вагонов была в первую очередь. Это уже потом, собственно говоря, когда пришел век тепловозов, век специально-металлических вагонов, уже многие предприятия делали самодельные вагоны, плацкартные и купейные для перевозки пассажиров. Но это уже совсем другая история и другая века развития нашего узкокорейного транспорта. Сейчас мы отправимся в наше локомотивное депо. Сейчас я проведу локомотив, поэтому отлучусь от вас буквально на 5 минут. Сейчас мы насадимся в ту сторону и я за вами сейчас пойду. Субтитры сделал DimaTorzok